Рассказываю я сон несохрененный, и тут меня ждет разочарование офигенное, телефон просто врубается, эмоционально так рассказываю, еще комментирую, а в короче, Андрюша написал, Саша как? Я ему отвечаю так, ну это было не сегодня, представляешь насколько зашорено, что если ты видеоблогер, ведешь блог, то Саша как? Я ему отвечаю так, блин, это так смешно. Сейчас придется заново все рассказывать, я эмоционально так рассказывал, капец, чертов телефон. Короче, приснилась какая-то, все было красным, там какой-то дворец, или какой-то вот, ну что-то элитарное очень, там звезды вот эти вот, всякие элита. И типа там стол, там изобилие, все полно. И там какая-то певичка с надутыми губами, что-то, ей сказали, что она должна сказать какую-то речь, типа ради приличия, церемонии, там какой-то фигни вот этой всей. И она, конечно, надевает голову какого-то мужика, ну лет сорока, средней щетины, просто вот обычная голова какого-то грубого такого мужика, ну грубоватого, обычного мужика, какого-то грубого, какого-то солидного тоже. И через него, через его, типа и говорит речь, типа через его голову. Затем снимает, я думаю, как это ужасно, какой-то ужас вообще, жесть. И дальше, типа я, там как бы предыстория, типа я этот мужик, я типа захожу в какой-то боковой кабинет, тоже там огромный, там тоже сидят за столом, там, там разных возрастов, в том числе женщины, все сидят, какие-то, какая-то мафия элитарная сидит. И они, короче, собираются казнить меня, типа. И там все так чинно, типа я присаживаюсь, и они все встают, и они меня казняют, типа прокалывая грудную клетку. Я выхожу, ну, умираю, но еще не умер почему-то. Выхожу, и там такая огромная-огромная лестница вниз, там все такое, ну, все такое изобильное, очень. Высокие, высоченные потолки, и меня встречает какой-то товарищ. И они, короче, и дальше, типа, они, им нужно, чтобы я был, поприсутствовал, я какой-то, потому что там я то им являюсь, то со стороны смотрю. И я, типа, умираю, и мы проходим, там, ФСБшники какие-то еще, вообще все, со самой элиты там. И вот этот зал главный, я там должен выступить. И они придумали, что, типа, отрезали голову, блин, мне, типа. И надели на голову певички этой какой-то актрисе, там, ну, она красивая такая, типа, ну, вся такая в косметике, там, знаешь, задета, фигуристая. И она, типа, должна, и там такая голая, она должна речь какую-то сказать просто формально, потому что это нужно, чтобы подумали, что он жив. Круто, вот такая дичь приснилась. А сейчас еще я расскажу свое отношение, это уже не относится к сну. Отношение к Павленскому. Ой, что-то я устал. Вначале я был фанатом, а потом я узнал, что он... Там вообще много поразительных вещей. И что он со своей женой заманил какую-то женщину, актрису. И какой-то мужик, там, ну, заоленил, типа, закаблучил. И, типа, он написал что-то оскорбительное этому Павленскому. И тот пришел с толпой отморозков, и в центре, где-то в Москве или где, прям, прям вообще, среди бела дня, актера либерального театра из-за девушки. Они его запиздили, что он лежал там, ну, и там видео есть, с камер наблюдения даже. И первая странность, за Павленским следили там, да, все. Но ему за это ничего не сделали, то есть, представь, вот сам делай выводы. Его даже, они даже не обратили на это внимания. Ну, а ничего. Просто пиздец. Извини за мат. Потом... То есть, блядь, в России могут толпой отпиздить и в центре, и на камеру это снять. Публичный человек, блядь, толпой пиздит просто так, за слова. Ну, его можно понять за слова, да, там, тот грубо... Ну, понятно, там, они оленят. Каблучит, или как вы там называете, мне похер. Все это из-за девушки, там, они, битвы... Какой-то хуйней занимаются, как обычная. Так и я занимался хуйней. Ну, и в общем... В итоге он отпизден. И Павленскому за это ничего не сделали. Толпой напал. Эти либеральные, кто его подсосы, они... Они разочаровались, некоторые... Некоторые говорили, что, типа, это похоже на нацизм, типа, как так толпой из-за слов на человека нападать? То есть, ты Павленский, ты такой, ты не должен так делать. Ну, дальше он... Дальше его... Обвинили в чем-то вообще другом. На это вообще не обратило внимания ни власть, ни полиция, ни похер. Его в какой-то другой совершенно фигне обвинили, неважно даже в чем. И он свалил сразу во Францию с женой. И в интервью он... Меня... Я офигел, когда послушал интервью, как он говорил. Короче... Он... Он, короче... У него нету принципов, нету совести. Он, во-первых, избил этого человека ни за что. Ну, да, за оскорбление, это понятно. Но настолько сильно зачем избивать-то? Толпой, тем более. Фиг знает. Но это ладно. Ладно, избил, все. Но он еще не остановился. Он какой-то садист. Он не остановился на этом. Я не знаю, что... Он еще больше начал на него клеветать. И еще клеветать, и еще придумывать какую-то хуйню. Прям врать, клеветать беспринципно, безбожно. То есть... Абсолютно вот... Это поражает. И... Типа, ну ладно, ты избил. Блин, что ты не можешь понять, что ему и так хреново. Все. И тебе даже за это ничего не сделали. Но он все равно еще больше нападает словами. Потом клевещет на него публично. Вот ты меня поразила. А потом его же самого, его жена, и выгнала во Франции. В итоге, короче... Я даже... Я даже думаю, она его отпиздила. Еще перед этим. Но он об этом не расскажет. Потому что... Короче... Потом этот Лазарев... Мне посоветовала одна девушка, одного щелика. Десять лет назад, почитать его книжки. Лазарева. Диагностика кармы. Я читал. Покупал книжки. Все. Я читаю, где он говорит... Где он пишет. Он причем диктует, а... Женщина там... Печаль... Ну, записывает, а потом... Пишет. Он просто рассказывает. Типа он такой вообще весь. Короче, это... Он сам рассказывает о себе. По подъезду бегает, типа, чтобы форму держать. И какие-то стоят гопники, типа... И они что-то там сказали про него. Но не ему напрямую, а просто про него. И он сам говорит. Что он... Дальше... Следующее его действие. Это взрослый человек. Умный, типа, да, все такое. Возрослый, типа, адекватный человек. Хорошо. И он сам рассказывает. Он берет, бежит домой за топором, блядь. Как, как, как это... Как Абдуль. Он учит людей жизни. Он... Бежит за топором, чтобы всех их порубить топором, блядь. И сам пишет о том, что... Но повезло, что... Они ушли... Они там, типа, покурили, или что. Не знаю, что они там делали. И ушли. И их не было, блядь. Я такой, ну ладно. Дальше, читая, продолжая. Ну ладно, типа. И потом последнее, что у меня... Я офигел. После чего я перестал... Вычитать. Это... Где он рассказывает, что к нему пришла женщина на платный прием. Конечно же, платный. И он... Слушает ее. Смотрит на нее, такой высокомерный. Наверняка. И она... Она жалуется. Что... Меня обижают. Постоянно грубое... Посвященство хамства. Мне так... Чувствую обиды. Грубость. Люди грубые. Сталкиваюсь. И чувствую обиду. Знаешь, что он сделал в ответ? Это... Вот это адекватный человек. И он причем сам это... О себе рассказывает. Рассказывает. Я просто, типа, расхохотался ей в лицо. И все. Я думаю... Ну все. Ну как бы... Слов нет. И еще один. Гадецкий. Короче, тоже карм. С кармой там... Он, короче, зарабатывает бабло там. По карму рассказывает. Такое. Он сам выглядит таким... Таким мягким. Таким... Еще более мягким, чем я даже. Представь. Представь себе, чела, который худой, как я. Но... При этом он такой мягкий весь. Какой-то... Как плюшевый. Мягкий. Короче, он вообще не является... Вообще... Он никогда в жизни даже его ни пальцем никто не тронул. Он такой холененький весь. Знаешь... Я более такой... По сравнению с ним я орк. Представляешь? И, короче, он рассказывает. Это 10 лет назад или больше даже. Я смотрел его лекцию. Он рассказывает. Ему платят деньги до сих пор. Он ездит. И он постоянно улыбается. Там позитивчик. Все такое. Он рассказывает, блин. Вот представьте себе, что... Вот вы чувствовали когда-нибудь, что хочется ударить какого-то человека? И он, типа, говорит, что этот человек, которого вы хотели... Хотите ударить... Он сам виноват. Сам виноват в этом. Потому что это карма, типа... У него плохая карма, блин. Я подумал... Если бы я был там или какой-нибудь другой чел нормальный... Он бы подошел к нему... На... Типа... И сказал... Типа... Я, черт, просто почувствовал, что у тебя карму нужно поправить. Ты же сам говоришь, что вот... Чувствуешь... Чувствуешь, что хоть нужно ударить? И одобряешь это. То есть, он одобряет жертву... Ну... Насилие над жертвой одобряло. Хотя сам он... Вот в чем прикол. Сам он такой мягенький, холененький, весь такой. Никогда не получал. Никогда ничего вообще. Он вообще... Походу... Из элитарной какой-то семьи, где... И он просто... Выступает, получает бабло и все. И рассказывает, что... Можно избивать жертву, блин. Если просто кого захочешь. Ну, что ты... Но сам это он никогда не получал. Товарищи, такая вот тема. Я когда видел как-то рекламу в ВКонтакте Гадецкий, я увидел его рожу. Ну, такой холененький, весь такой думаю. Ну, блин. Как так-то? Саша, как? Так, Андрюша, так. Я же не спрашиваю тебя, как ты умудрился на митинге... Твоя работа организованная. Фотку выложил даже у себя. Я что-то смотрел один раз в страничку. Много лет назад там. На проплаченном... Ну, заставили их выйти там. Правительство... Про правительственный митинг. Политический. Я же тебя не спрашивал. Андрюша, как? А ты меня спрашиваешь просто за то, что я веду блог. Во всем цивилизованном мире любой может вести блог свой. И ты меня спрашиваешь. Саша, как? Я тебе отвечаю. Так. Ладно, короче. Давай, держи кулачок, браток. Здесь был... Здесь был братишка. Тихо. Здесь был братишка. Здесь был братишка. Здесь был братишка.